В своем уровне у Маши сложнее позиция, потому что она, может быть, чуть больше рискует, но она не всегда очень точна. В то время как Светлана довела свою игру на таком высоком уровне до автоматизма. Сегодня, видимо, она настроена скорость подачи, то мне кажется, что на первой подаче, в общем-то, примерно в одну силу они подают и играют. Сейчас вторая подача. В играх видно, что она об этом думает. Сразу же после вот такой технической погрешности она как бы даже показывает, насколько она резко идет на обострение. Вот сейчас она это сделает. Мне кажется, что Амели, вот так же, как и Светлана, вот почему сейчас Светлане особенно трудно? Наверное, вы знаете, играть все-таки, подтверждать как бы свой класс и обыгрывать более слабых. Отличный удар, конечно. Но она еще при этом умудрилась один выиграть. Она все-таки пытается играть по счету, и это ее пока спасает. Да, это была прекрасная комбинация. Три-четыре удара. Здесь Кузнецова опережала, Шарапова. А вот сейчас уже последний кейм. И Маша стала набирать вот эти ненужные ошибки. Ненужные. Света очень хорошо. Первой подачи и нет. А если она попадает первую, то она тоже ее подкручивает для надежности. Просто пока еще она первую вообще не поймала. Зато удар у нас не закончился. Может быть, еще и сумеет Светлана уравнеть. Посмотрите, какой удар. Вот это да. Подача на ладжи. Какой-то прекрасный идти вперед. Она даже пробегает этот мяч. Посмотрите, как она сейчас сделает. И побежала даже. Тогда у нее получается. Проходит мяч борьбы. Это говорит о том, что, в общем-то, конечно, Шарапова не в своей тарелке. Это точно. Ну, и подмойка просто. И подмойка просто. Наконец прошла. Да. Только вот двинулась вперед. Но все это настолько мед... Ух ты, попала. Попала. Почему очень рискованно? Вот в этом плане как раз и огорчает немножко то, что вот последнее время, вот на этом турнире уже мы видим, что Маша, в общем-то, стала уже бояться немножко играть. То есть вот она играла... И она сама себя при определенной цели ставит. И то, что, в общем-то, ты знаешь, это давление ощущается, в общем-то, что вокруг происходит в нее тоже. Поэтому это вот это как раз очень-очень сложный момент такой. Те аналоги, которым она доверяет, безусловно, следит за... Сэдбол? Да. Ну, вот отыграла. Хороший. Ну, слишком мягко было принять хорошо. Ровно. И вот тут больше. Это и... Те, что общительно, доброжелательно. Даже, может быть, более доброжелательно, потому что раньше, наверное, стеснялся. Ох, как здорово. Да, великолепный удар. Свой мир, свои близкие, свои тренеры, даже не говорящие, может быть, на этих языках, на которых они... Так, сэдбол сейчас уже на собственной подаче имеет Светлана Кузнецова. И ошибка. И ошибка. Какая ошибка? Выдели метро на два не попали. И таким образом Кузнецова выиграла. Ну, заслуженно. По игре. Правда, она играла лучше. Она... Матча. И вообще, сколько было брейкпоинтов, например, у нее? Ну, да. Ни одного у Маши Шараповой не было. Это уже говорит о чем-то, правда? Четыре было брейкпоинта у Светланы. То есть она... Посмотрим, изменится ли игра. Что-то мне кажется, что, в общем-то, в таком же ключе, как и была, в первом сете, она так и продолжится. 0.15. Ну, сейчас, мне кажется, Светлана может что-нибудь еще и добавить. Да, да. Ну, да, добавила. Она хорошо играет в паре очень. Это уже говорит о том, что она, в общем-то, должна быть универсальной теннисисткой. Ну, что, пора Маши, наверное, что-то предпринять. Потому что такой игре она, в общем-то, уступает по всем статьям. Мы уже говорили. Ну, ничего не будем делать. Она после двух... Сейчас такую нелепую ошибку допустила Кузнецова. Счет стал по 15 на ее подачу. Вот, и ответ. Первый раз. Первый раз. Да. Завязаться борьба. Потому что Маша уже готова расколоться. Но только... Если к этому будут предпосадки. Ну, ни одной, в общем-то, затяжной такой... Затяжную игру. Вот, пожалуй, сейчас попало. Попало, да. Два... Высматривает какую-то метку и показала, что не точно был удар. А это первые брекпоинты, кстати. Да, да. Но все равно тоже. Момент такой вот упустила. Не прочувствовала момент очень важный. А сейчас Маша воспрямила духом. И заиграла, в общем, неплохо. Вот ошибка за ошибкой. Вторая... После счета 1-0, когда она выиграла подачу Маши, она фактически не выиграла ничего. Ну, и блестящий удар по линии. Ну, что ж, выкинули сейчас. Маша так... Из последних сил Маша отбивалась, но, конечно, уже шансов не выиграть этот гяч. В отличие от, предположим, от папы Маши Шараповой, я подумала, что она, как раз, очень сдержана. Да, она очень сдержана. Очень сдержана. Ну, молодец. Вы посмотрите, как обработал этот мяч. Хорошо. Сейчас уже Маша сыграла. И, по-моему, это первая подача. А если попадает, то тоже слабая. Вторая даже появится. Да, со второй подачи, конечно, уже атакует. Ну, вот сейчас хорошо сыграла. Вот так резко и... Попало. Да, тут уже, видите, пустой корт направляет Маша Шарапова. Да, помните, был момент, когда она взяла Машу Шараповой подачу и создавалась надежда, что она вот сейчас найдет тот теннис, которым она начинала играть. Тут у нее получился провал. И вот на этот раз тоже, значит, не попал в корт. Легкая победа во втором сети Мари Шараповой. Может быть, не по игре, но... Ну, вот сейчас мы видим те цифры, о которых мы, в общем-то, уже рассказали. Одинаково количество мячей по шести. А вот ошибок, вот это главное, наверное, показатель. Но это уже сейчас нельзя сделать, потому что все равно они пройдут потом такой строгий допинг-контроль, что если бы они, не дай бог, что-нибудь бы сделали, то все сразу станет видно. Вот это уже достойная игра, знаете, здесь Мари... Я вообще не знаю, что она забыла, как это делается. А Маша, тем не менее, наладила, и при этом играет более-менее уверенно. Ну, левой рукой вытащила. И хорошо сыграла. Это вот только Маша, пожалуй, играет. Нет, такой мощь не достать. Ну, вот два выхода. Нужно опустить руки от безнадежности. Ну, она почти уже выше там побросала ракетку даже. Ну, Маша помогла ей. Правда, не в этом стучит. Ну, и удар, я скажу. Два под... Об этом просто выполнила. Посмотрите, какие удары выполняют. Да, сейчас уже пошли удары. Сейчас уже Шарапова превосходит. Кузнецово безусловно. Потом уже будет поздний, конечно. Ох, подача пошла. Опять попал. Попал длинный. Вот это была комбинация. Самое главное, это вот такое удивительное чувство. Сейчас хорошо, Светлана. Да, это был глубейший ошибок, который допустила Шарапова. В общем-то, говорит о том, что у нее это не совсем спокойно все, да? Немножко все время и теряет какую-то такую вот концентрацию. И сетка даже не помешала. Попала в линию. Для Светланы приятно. Какие мячи вытаскивают. За этим уже даже не побежала, потому что... Временами просто потрясающе. Бывают, конечно, и сдержки, и ошибки, потому что напряжение, и все что угодно. Ох, как здорово, сейчас. Ну, выбрал, как... Вот в который раз уже отыгрывает, да, Маша Шарапова. В этом гейме пока все время преимущество Кузнецовой. Но и Света не может выиграть гейм. Ну, помогла Светка. Видите, как она бежала. Прямо умирает тут же. Да, как будто бы умирает, а играет лучше. Сейчас бы она разыграла это очко Кузнецова, да? Ну, как все-таки легко, правда? И предыдущий гейм она взяла на подачу Шарапова. И сейчас 40-15 ведет. Ну, вот 40-15 для нее такой очень сложный гейм. Это не значит, что она выиграет. 40-30. Давай, да, вот сейчас подача должна определить, как бы. Ну, она вот получив 40-15... Вот и второй мяч. А как? Какой мяч вытянуло! Ну, ты знаешь, просто сумасшедший. Сумасшедший мяч просто. Знаешь, это что-то было феноменальное, да. Сейчас нам не показывает отца, но он там чуть ли не дерется. Боже, своей со всеми, потому что в таком он находится в возбуждении. Ну, что ж, великолепный, вы знаете, вот этот мяч, конечно, который последний был, вот этим мячом и заслужила победу, безусловно, Мария Шарапова. Сколько было страсти, сколько было желания выиграть, да? Ну, как она успела к этому вот завершающему удару слёта, который Светлана выполнила безупречно. Во-первых, вот это всё-таки удивительное чутьё у Маши Шараповой. Наверное, это чутьё её и привело вот к этому удару, потому что она мчалась к нему на всех парах, даже не задумываясь над тем, что будет дальше. Ну, немножечко расстроенная, конечно, Светлана. Не получилось у неё та игра, на которую она рассчитывала. Ну, что ж, и четверть.